МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Саратов сегодня» в студии Екатерины Игнатьева и смотрите выпуски. Попалась на взятки. Экс-чиновницу заводской администрации задержали при получении крупной суммы денег. Летальный исход вместо приятного досуга. В Энгельсе охранника кафе осудили за смерть посетителя. Дворнадзор. В объектив видеокамеры съемочной группы «Саратов-24» попали разбитые дворы, домов по улице и подромная. В Саратове при получении взятки задержана сотрудница администрации заводского района. Об этом сообщает сегодня пресс-служба регионального следственного комитета. По их данным, само задержание происходило еще 2 августа. Сейчас же возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере в виде денег за незаконное бездействие». По версии следователей, 53-летняя чиновница с мая по июль этого года систематически получала взятку через посредника за непредоставление в Комитет по управлению имуществом города Саратова сведения о гражданах, которые занимаются несанкционированной торговлей в заводском районе. Общая сумма незаконно полученного вознаграждения составила около 85 тысяч рублей. Теперь уже экс-чиновнице грозит штраф, максимальная сумма которого может равняться 70-кратному размеру полученной взятки. Охранника кафе отправили в колонию строгого режима. 24-летний Антон Молочка до смерти избил посетителя заведения, в котором работал. Напомним, ночью 6 марта двое мужчин 42 и 47 лет выпивали в кафе, громко пели и разговаривали. Сотрудник охраны попытался их вывести, из-за чего между ними произошел конфликт. Секьюрити несколько раз ударил посетителей, те же упали на пол. Затем Молочка дважды ударил ногой 47-летнего посетителя и нанес три удара кулаком в голову. Мужчина скончался на месте еще до прибытия скорой. Его брат также получил серьезные травмы. Конфликт зафиксировали камеры видеонаблюдения. В дальнейшем охранник признался следствию, что убивать он никого не хотел. В ходе предварительного следствия Молочка Антон Федорович вину в совершенном преступлении не признал, так как пояснял, что не хотел наступления тяжких последствий, а именно наступления смерти потерпевшего. По словам следователей, доказательств агрессивного поведения охранника достаточно. Одно из них – видео с камер наблюдения, на котором видно, что парень осознанно наносил удары лежачему потерпевшему. Теперь по решению суда охранник будет отбывать 12 лет в колонии, должен будет выплатить штраф в 100 тысяч рублей и не сможет работать в охране в течение трех лет. А прямо сейчас на связь выходит наш корреспондент Полина Попенец. Она расскажет о происшествиях, случившихся на территории региона за минувшие сутки. Полина, приветствую и тебе слово. Добрый вечер, Екатерина. Начну с крупной аварии, которая произошла в Волынском районе. Накануне вечером на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград столкнулись легковушка и грузовик. По предварительным данным, 43-летний водитель на автомобиле Hyundai Accent превысил скорость и врезался в попутный грузовик КамАЗ. В результате происшествия пострадала пассажирка иномарки. Ее доставили в больницу. А сегодня днем авария произошла на Кумысной поляне. Возле детского лагеря «Березка» перевернулось 14-е. Очевидцы сообщили, что в отечественной легковушке были пострадавшие. На место прибыли сотрудники Центра медицины катастроф и облспаса. Но в автомобиле к этому моменту уже никого не оказалось. Еще одна авария произошла сегодня днем в центре Саратова. Перекресток улиц Некрасова и Волжская не поделили две легковушки. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris не пропустил автомобиль LeFan и врезался в него. В результате происшествия травмы получили оба водителя и пассажир, но от госпитализации они отказались. И о пожарах. Сегодня утром на улице Шихурдина горело кафе. Сначала загорелся холодильник, затем огонь уничтожил все вещи, которые находились в помещении. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. Никто не пострадал, причины возгорания выясняются. Всего за прошедшие сутки в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 4 возгорания, 2 из них в областном центре. А мы продолжаем следить за всем, что происходит в регионе. Екатерина, тебе слово. Спасибо, Полина. А я напомню, наша съемочная группа находится в центре управления в кризисных ситуациях МЧС Саратовской области. И это был обзор происшествий, которые случились на территории региона за минувшие сутки. Деятели культуры и общественники поддержали кандидатуру нового зампреда. Напомню, после отстранения от должности заместителя председателя правительства Саратовской области по социальной сфере Михаила Горемыка, стало известно, что освободившееся кресло займет Иван Кузьмин, который буквально полтора месяца назад был назначен на пост министра культуры области. До этого 17 лет он возглавлял Саратовский государственный цирк имени братьев Никитиных. Заявление о новом назначении сделал и депутат Госдумы Николай Панков. По мнению парламентария, таким образом губернатор формирует эффективную команду. С этим мнением согласны и деятели культуры, которые считают кандидатуру Ивана Кузьмина подходящей. Губернатор области Валерия Радаев требует от кабинета министров персональной ответственности за принятие решений и результат. Считаю, что такой подход позволяет сформировать максимально эффективную команду, которая готова добиваться улучшения качества жизни жителей нашей области. Поддерживаю новое назначение Ивана Кузьмина. Он опытный управленец, который хорошо знаком с социальной сферой региона. Кроме того, ему всегда удавалось сплотить разных людей для работы на общий результат. Желаю Ивану Кузьмину успехов на ответственном направлении работы. Иван Георгиевич человек, который обладает достаточно хорошим потенциалом как руководитель. Во-первых, он очень опытный руководитель, очень быстро, оперативно решает все вопросы. Даже вот те вопросы, которые касаемо взаимодействия Министерства культуры и консерватории, решались достаточно продуктивно, очень четко были смотивированы. Иван Кузьмин, по сообщению правительства, будет совмещать две должности. После назначения на должность зампреда по соцсфере, он по-прежнему продолжит возглавлять Министерство культуры. Новый проект, новые детские площадки. После старта программы «Наш двор» жители начали обращаться к Вячеславу Володину с просьбой об устройство еще и игровых зон для детей. Наш земляк инициативу людей поддержал и предложил совместно заняться решением этой проблемы. Для реализации нового проекта уже создали общественные советы, которые и будут контролировать ход установки площадок. Где особенно ждут качели и горки, узнала Эллада Тагиева. Во дворе дома 10, дробь 20 по улице Новоузенская. Уже полным ходом идет большой ремонт. Вместо припаркованных автомобилей во дворе тяжелая спецтехника. В рамках проекта «Наш двор», который инициировал наш земляк Вячеслав Володин, здесь проводят полную реконструкцию придомовой территории, как и договорились, под контролем местных жителей. Начали ровнять площадки, завезли уже у нас бордюры, так что работа у нас кипит. Если в таком темпе, они сделают, быстро сделают. А как сделают, мы посмотрим. Особое внимание детской площадки. Во дворе многоподъездной девятиэтажки ее никогда не было. Теперь появилась. Основные объекты уже установлены. Осталось завести песок и разровнять территорию в игровой зоне. А это за дворки дома номер 11А по улице Навашина. От старых качелей у местных ребят остались лишь добрые воспоминания. Вместо ржавого инвентаря, говорят мальчишки, хотелось бы оазис. Ну, чтобы тут была песочница, велосипедная площадка. Ну, чтобы еще для маленьких было бы местечко. Ну, чтобы дорога была очень ровная. Чтобы тут скамейки были, чтобы бабушкам где-то было посидеть. И так практически в каждом втором дворе Саратова. Где-то не площадка, а лишь то, что от нее осталось. Где-то свободному пространству взрослые нашли другое применение. А дети играют, как придется и где придется. Лучше площадку, чтобы играть детям. Так что просто неудобно. Ну, в мусорку мы вчера раз пять попали, и мы лазили в ней. Потом все грязные были. Нас родители ругают. Ситуацию надо менять, отметил Вячеслав Володин в ходе поездки по дворам областного центра. В каждом из них должна быть детская площадка. Пусть их установят не сразу во всех. Но самое главное – начать это делать. И делать на совесть. И здесь нельзя делать различия. Муниципальный двор, не муниципальный двор. Нам важно, чтобы один сделали, другой, второй, третий. Но сделали качественно. Чтобы пять лет они простояли. Ну, ра. Важно, говорит Вячеслав Володин, чтобы жители и сами принимали активное участие в этой работе. Они должны решать, а чиновники прислушиваться. Где и какую площадку нужно установить. Контроль за ходом обустройства игровых зон также на жителях. Они и их дети поставят оценку проделанной работе. Я хочу в детскую площадку. Эллада Тагиева, Станислав Жижин, Роман Шельзяев, Олег Бирюков. Саратов, 24. Не просто установят детские площадки. В саратовских дворах намечается большой ремонт. Следить за качеством, а также контролировать, чтобы работы стартовали как можно скорее, пока не начались осенние дожди. Будут и журналисты. Наш телеканал продолжает реализацию проекта «Дворнадзор». В рамках специальной рубрики мы ежедневно показываем состояние дворов до ремонта. А затем проследим, как их будут преображать. И сегодня наша съемочная группа отправилась во дворы домов по улице Ипподромная. Забраться по турнику и спуститься обратно – вот и все развлечения местной детворы. Хотя Ирина Завгороднева с внуком даже к этим брусьям подходят с опаской. Так называемую игровую площадку от дороги отделяют лишь несколько метров земли. В таком же неприглядном состоянии подъезд к дому номер 16 по Ипподромной. Летом еще есть где пройти, а вот весной и осенью дорога превращается в полосу препятствий. После зимы здесь, естественно, никто не чистит ее. То есть вот эти вот колдобины все затапливают с детскими колясками. Здесь пройти невозможно. Там, сами видите, вот только у нас где можно пройти. Скидывают мусор. И у нас там крысы больше, чем мой кот. А эти три дома по Ипподромной объединила не только общая дорога. Заезд во дворы в таком состоянии, что машины коммунальных служб давно забыли путь сюда. Вот результат – крысы и антисанитария. И это еще полбеды, говорят жители. А вот когда кому-то нужна срочная помощь, начинаются проблемы посерьезнее. Ведь экстренные службы тоже отказываются заезжать во двор. Машины скорой помощи такие вот – это тоже большая проблема. В доме, в нашем, большинство людей пожилого возраста. Большинство пожилых людей, поэтому вызов скорой помощи важен, актуален. Но получается, что она не всегда может подъехать. От детской площадки здесь остались одни воспоминания. Чтобы поиграть с ребенком, Анна встает пораньше. Ведь нужно пешком пройти несколько километров до ближайшей площадки. Мы не можем здесь ни на качелях покататься, ни поиграть, даже просто элементарно посидеть с ребенком. То есть нам приходится ходить минут 20, наверное, от этого дома, чтобы с ней погулять. Жителям этих домов по улице Ипподромная повезло. Их дворы включили в программу большого ремонта. В этом году в рамках проведения работ приведут в порядок 100 дворов Саратова. С инициативой проведения ремонта выступил наш земляк Вячеслав Володин. Нам обязательно нужно заниматься городским пространством. У любого человека, несмотря на то, что у него маленькая или большая квартира, или у него нет квартиры, он в общежитии живет, должно быть четкое понимание, что его квартира имеет продолжение. Следить за ходом работ наш земляк попросил лично губернатора и главу городской администрации. Сами жители тоже будут контролировать то, насколько качественно ведется ремонт. У нас живут пенсионеры, дети, и, конечно, забота о них очень важна для них же. Поэтому вот то, что делается сейчас, очень важно для тех людей, которые живут в этом доме. Практически дороги нет, поэтому если сделаете дороги, мы будем, не только мы, но и пенсионеры будут рады. Следить за тем, как будут проводиться работы, будет и телеканал «Саратов-24». Ежедневно в рубрике «Дежурный репортер» «Дворнадзор» мы будем рассказывать, каким был двор до ремонта и каким стал после. Ну а главную оценку работам поставят сами жители. Елена Петрова, Роман Шельдяев, «Саратов-24». Напомню, программа, в рамках которой будут приведены в порядок придомовые территории, будет продолжаться и в следующем году. Работы не прекратятся до тех пор, пока не будет отремонтирован каждый двор. Об этом заявил Вячеслав Володин. «Саратов-24» будет следить за тем, чтобы работы начались в срок за качеством проводимого ремонта и чтобы выделенные деньги потратились исключительно на нужды дворов. Мы продолжаем проект «Дворнадзор». Если вы уверены, что и вашему двору срочно необходима реконструкция, и вы готовы рассказать об этой проблеме, пишите нам на почту info.sobako.saratov24.tv Выкладывайте в социальные сети фотографии своего двора и ставьте хэштег «Дворнадзор». Оставляйте заявки на участие в проекте по телефону 705-755. О дворах, которые особенно нуждаются в срочном ремонте, мы будем рассказывать ежедневно в наших выпусках новостей. Сегодня по всей России отмечают свой профессиональный праздник те, кому каждый из нас обязан домашним уютом и теплотой собственных квадратных метров. День строителя в этом году отмечают уже 60-й раз. Праздник учредил в 1956 году Никита Хрущев, после того, как был восхищен строительством «Жигулевской ГЭС». Сегодня все выдающиеся специалисты этой отрасли собрались в Большом зале правительства. С поздравительной речью к ним обратился глава региона, который отметил, что в юбилейный год Саратовской области наш регион вошел в пятерку лидеров по вводу жилья в Поволжском федеральном округе. По состоянию отрасли легко судить о благополучии территории. Когда въезжая в Саратов со стороны Вольска, видно, как работают башенные краны. Поднимаются многоэтажки и на месте вчерашних пустырей вырастают целые микрорайоны. Значит, город живет. Глава региона вручил специальные награды тем, кто практически всю жизнь отдал строительству и поблагодарил всех собравшихся за их вклад в создание облика не только Саратова, но и всех городов области. Саратовские болельщики ждут реабилитации олимпийского чемпиона Ильи Захарова. Накануне в Бразилии в борьбу за медали наконец вступили саратовские спортсмены. Надеялись болельщики, естественно, на синхронные прыжки в воду. Рассчитывали, если не на золото, хотя бы на призовые места. Ведь в этой дисциплине прославленный дуэт Саратовского Захарова и Ставропольского Кузнецова уже брал олимпийское серебро на играх в Лондоне в 2012 году. Однако, несмотря на ожидания и довольно громкую поддержку, спортсмены из-за серии неудачных прыжков оказались лишь седьмыми, чем расстроили своих поклонников. Болельщики надеются, что оправдаться за поражение Илье Захарову удастся в индивидуальном первенстве. Ведь на тех же играх в Лондоне саратовский спортсмен смог сделать практически невозможное – обойти китайского прыгуна в воду и взять золото Олимпиады. Борьба за медали в личном зачете начнется 15 августа. Утро в Саратове началось с массовой пробежки. В 8 часов на набережной возле памятника Юрию Гагарину собрались более 100 человек. От монумента профессиональные спортсмены и просто любители бега вместе с министром молодежной политики, спорта и туризма Александром Абросимовым пробежали дистанцию в один километр. Возраст участника не имел значения. Наряду с воспитанниками спортивных школ Саратова свою любовь к здоровому образу жизни показали и люди старшего возраста. По словам участников, преодолеть расстояние было абсолютно нетрудно. Вдоль набережной до ротонды участники бежали не на скорости время, а в свое удовольствие. Забег был приурочен ко дню физкультурника, который ежегодно отмечают во вторую субботу августа. В этом году праздник выпадает на 13 число. Все желающие смогут показать свои способности и переплыть в Волгу, приняв участие в марафоне «Река здоровья». Эксклюзивное видео попало в редакцию телеканала «Саратов-24». Его прислали жители заводского района Саратова, где произошло убийство собак. Камеры наблюдения зафиксировали тех, кто кормит животных незадолго до их гибели. Заинтересовало ли это видео полицию? Станут ли они разбираться, являются ли люди, попавшие в объектив камер отравителями, выясним прямо сейчас в программе «Прямая речь». Гостями студии станут председатель Саратовского областного общественного фонда помощи животным Людмила Бочкарева и юрист Алексей Коськов. И к этому часу у меня все. Напомню, что наш канал стал еще доступнее. Скачивайте мобильное приложение «Саратов-24» в App Store и Google Play. Архив программ, прямой эфир и актуальная телепрограмма всегда под рукой. Я же на этом с вами прощаюсь. Не переключайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!